Статью главы государства Касымжомарта Токаева независимость превыше всего бурно обсуждает в экспертных кругах. Политологи, писатели, культурные и общественные деятели выделяют несколько главных тезисов в статье президента. Знание родного языка, исторического наследия предков и суверенитет. Культуролог Мурат Уэзов считает, что те слова, которые написал президент, показывают его как сильного лидера и патриота. Его слова о казахском языке и территории важны не только для нынешнего, но и для будущего поколения казахстанцев, добавил Уэзов. Когда целые возникают такие вещи, целостная история, целостное пространство, то тогда и возникает особая роль языка, потому что язык формировался вот в этих контекстах пересечения этого большого времени, большого пространства. И поэтому, кто знает казахский язык, ему гораздо легче ориентироваться вот в этом большом, вот на этой конкретной территории, под этим небом и так далее. Тут, конечно, добровольный выбор, но тем не менее, это как рекомендация звучит. В своей статье президент написал о том, что казахская земля не продается и никогда не была подарком от кого-либо. Территория нынешнего Казахстана формировалась веками и по праву принадлежит нам. Президент просто поставил жирную точку над всеми спорами, потому что, вы знаете, дискуссия идет, наверное, месяц уже, если не больше. Поэтому в этом тезисе я ожидал эту статью, я ожидал тезисы президента. Я ожидал, что, в принципе, как бы над всеми этими спорами будет поставлена какая-то вот черта, за которую уже не надо переступать. Мы оказывали влияние на такие крупные империи, как Российская империя, на такие крупные империи, как Китайская империя. Мы играли свою роль в общей истории развития всего человечества. Мы – часть истории человечества, и эту историю мы творили на той территории, которая сегодня называется Республика Казахстан.